Девушки отдыхают Своей стороны мы подготовили поправки практически по всем основным показателям, чуть позже о них расскажет Сергей Иванович Казанков. Я вам скажу про медицинскую часть, нами были подготовлены поправки, которые предлагают перевести на федеральный уровень финансирование нескольких самых высокозатратных орфанных заболеваний, что является на сегодня одной из важнейших проблем для региональных бюджетов. Планировалось выделить 8 миллиардов рублей и производить централизованные закупки для шести самых высокозатратных на залоги, что позволило бы разгрузить сегодня региональные бюджеты. Из 30 миллиардов, которые остро необходимы на следующий год, в проектах региональных бюджетов заложено лишь 19, и естественно те 8 миллиардов, которые мы предлагали перемести из резервов правительств, позволили бы эту проблему разрешить. Проблема касается здоровья и жизни тысяч людей, которые сегодня проживают на территории огромной страны. Если говорить о бюджетах трех фондов, то здесь мы можем сказать, что ни один из фондов, ни фонд социального страхования, ни пенсионный фонд, ни фонд обязательного медицинского страхования не выполняет своих задач, для которых они, собственно, были созданы. Если говорить о пенсионном фонде, мы отмечаем, что федеральные трансферты будут снижены на 300 миллиардов рублей, и все это произойдет за счет той политики, которая проводится в последнее время правительством РФ по отношению к пенсионерам. Речь идет об отсутствии индексации пенсии для работающих пенсионеров, речь идет о продолжении изъятия накопительной части пенсии для всех, речь идет о замораживании надбавки для сельских пенсионеров. Ну и, собственно, весь этот комплекс мер привел к тому, что пенсионный фонд, безусловно, сэкономил, но сэкономил, опять же, на здоровье, сэкономил на благополучии, сэкономил практически на наших пенсионерах, и придет он к 2020 году отнюдь не в лучшем состоянии. Если говорить о фонде социального страхования, сохраняется дисбаланс по двум основным составляющим доходов этого фонда. Это первая составляющая. Это страхование нетрудоспособности и всех случаев, связанных с материнством. И вторая – это страхование профессиональных рисков, связанных с развитием профессиональных заболеваний и травм. Если первая часть глубоко дефицитная, вторая сохраняла профицит на протяжении трех лет. Однако из-за политики, которая на сегодня исповедуется правительством РФ и руководством этого фонда, фактически к 2020 году весь резерв фонда будет израсходован, речь идет о резерве, которая связана с профессиональной заболеваемостью. Между тем, по данным международных организаций, этот резерв должен составлять не менее чем 2-3 года. К большому сожалению, к 2020 году никаких резервов в Фонде социального страхования не останется. Плюс агентские функции фонда, речь идет об обеспечении инвалидов средствами технической реабилитации, дыра 15%, как была, так и остается. Ну и второй момент – это обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением. И если в 2017 году обеспечение по этой строке составило 24%, то расчетная обеспеченность 2018 года составляет 21%. Иными словами, инвалиды смогут получить санаторно-курортное лечение не как положено по закону раз в год, а в лучшем случае раз в 5 лет. При этом позиция Верховного суда изменилась, и теперь перемещение в результате решения суда вверх по очереди невозможно. Если говорить о фонде медицинского страхования, то здесь вообще все на грани балансировки. И если мы будем рассчитывать фонд к 2020 году, там образуется дыра приблизительно по расчетам правительства 77 миллиардов рублей, которая будет закрыта трансфертом из федерального бюджета. Если же будем говорить по существу, то по данным счетной палаты, в 2018 году 35 миллиардов невозможно будет взыскать, та недоимка, которая уже заложена в доходы. 22 миллиарда это то, что недоплатят субъекты из-за неправильной методики расчета, соответственно, платежа на неработающее население. Ну и последнее, это порядка 43 миллиардов рублей, это то, что фонд неправильно рассчитал механизм повышения заработной платы, соответственно, медицинским работникам. Все это приведет к дыре в 100 миллиардов рублей уже в 2018 году. Естественно, что компенсироваться данный дефицит, скрытый дефицит, будет опять проверенными методами. Сокращением числа медицинских работников и за счет этого увеличением заработной платы, снижением расходов на лекарственные обеспечения, на расходные материалы, на коммунальные услуги. Все это в условиях, когда медицинские учреждения страны уже сейчас имеют долгов на 500 миллиардов рублей. Все это в условиях, когда необходимо повышать заработную плату в соответствии с указом президента, приведет к тому, что в 2018 год будет ничуть не лучше 2017 года, возможно, и хуже. С полным провалом, прежде всего, первичного звена. Хотелось бы объяснить, как будет голосовать наша фракция через какие-то аналогии. Я вот спрошу вас, может ли вишенка улучшить торт, чтобы было понятнее. Вишенка – это те позитивные изменения, которые вносит бюджет во втором чтении. Например, 220 миллионов на кукольные театры, на тех оснащениях кукольных театров. Вроде бы здорово. Но при этом я вспоминаю, что в нашем регионе, в регионе Мариел, достоверно очередь на детскую санитологию составляет 5 месяцев. И вот вы представьте, ребенок с больным зубом сидит в кукольном театре на протяжении 5 месяцев, ждет своей очереди. Он будет счастлив? Нет. Кроме этого, вот вроде позитивный момент, мы сейчас переходим к модельному бюджету, когда регионы считают всю свою расходную часть, все свои обязательства, передают в федеральный бюджет, и через межбюджетные трансферты мы возмещаем все эти расходы. Казалось бы, теперь ребенок будет сидеть здоровый и счастлив. Не получится, потому что регионы уже на протяжении многих лет работали в долг. И теперь, узнав, что будет поступление денег в марте этого года по программе как раз модельных бюджетов, компании, которые поставляют именно газ, электричество, коммунальный суд, представляют школу, больницы, они подают в суд и выигрывают дела по долгам. Само собой, как только поступят деньги на расчетные счета муниципального образования, они будут арестованы, и по решению суда они просто уйдут в эти организации с долгим. И поэтому на исполнение обязательств в этом году снова денег не хватит. Это огромная проблема. Кроме того, еще не только врач, еще и сельхозник, поэтому должен затронуть и эту тему. Мы, например, будем принимать сейчас поправки о увеличении субсидий на сельскохозяйство на 20 миллиардов рублей. Казалось бы, здорово. Вот есть такой фильм, Крестный отец, может, кто-то смотрел, наверняка многие смотрели. Там тоже Дон Карлёнов была такая интересная фишка. Он говорил, хочешь человека сделать счастливым, сначала забери, а потом верни обратно. То есть на 18-19-20-е годы мы сначала убрали эту сумму, 20 миллиардов, а теперь во втором числе не даем. И действительно люди рады, что дали. Но больше денег село не получит, оно получит столько же, сколько в 17-м году. А с счетом инфляции, с счетом того, что реальная стоимость денег постоянно падает, денег будет даже меньше у села. Если я вас прошу, что вы считаете важнее? Есть у нас в стране хлеб, есть, а с молоком? Но проблема с молоком у нас большая. Это пальмовое масло, это просто бич. Все СМИ про это пишут. Поэтому деньги выделяем на, не на молоко, а выделяем дополнительные деньги на перевозку зерна, РЖД. Было бы понятно, если бы мы дали непосредственно сельхозтоваропроизводителю, чтобы он мог увеличить количество молока. Но мы даем деньги на РЖД. И можно по пальцам пересчитать тех людей, которые этой льготой воспользуются. А простые селяне, это фермера, имеют в виду небольшие колхозы, они тех денег просто не увидят, потому что они услугами РЖД никогда не пользовались. Они производили молоко и продавали на рынке, и им эта помощь никакая не достанется. Не буду ходить далеко за примером. Еще помните, летом вот тоже меня задело, когда мы выделили 20 миллиардов рублей в Ростсельхозбанк. Просто в основной капитал. Было бы понятно, если бы мы эти деньги дали тем селянам, которые попали в трудную жизнь ситуацию. Или, скажем, на погашение ставок кредитов, которые взяли фермера и не могут выплатить. Но мы просто отдали в Ростсельхозбанк, потому что есть сель, и деньги ушли туда. Конечно же, есть вот эти вишенки, позитивные изменения. Но есть и большие проблемы. Например, вот Геннадий Андреевич Зуганов предлагает свои, как мы говорим, 10 заповедей, а вы знаете, 10 шагов достойной жизни. Там четко прописано, что нужно сделать, чтобы наша страна росла темпами 6-7% ВВП в год. Но мы его не слышим, вернее, правительство его не слышит. Хотя опыт есть до сих пор, и Китай продолжает расти с такими темпами. И СССР росло 6-7% в год. Сейчас мы в стагнации. Еще раз вас прошу. Если, допустим, предприятие решит, что ему необходимо расти, что оно сделает? Оно все свои деньги, всю свою прибыль направит на развитие. В нашей стране мы приняли решение, что вся прибыль, которая получит с продажи нефти и газа при цене выше, чем 40 долларов за баррель, она пойдет не на развитие, а пойдет на стабилизационный фонд, фонд НСБ. И будут лежать деньги США вместо того, чтобы развивать нашу экономику. Возвращаясь к вишенке. Вот эти вишенки на самом деле торт украсят, но вкуснее они его не сделают. Мы за такой бюджет голосовать за не будем. Мы за вишенки, но такой торт не для нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова